на свете есть одна богиня это ты потому что то самое красивое состояние души а твое максимально отображается в красоте твоих глаз которые пропорционально не знаю красоте только морю небу горам и всему самому прекрасному у меня просто не хватает слов объяснить тебе как ты красиво я бы тогда был самым-самым красноречивым если бы мне только хватило мысли подумать о тебе и не зависнуть я бы тогда заткнул за пояс всех взятых канта фридриха и ницше ну я думаю может у кого-то получилось меня услышать поэтому мне сегодня приходит смотреть просто какую-то богиню свиданий второй сезон девятая серия спасибо большое если найдется конечно же поставить лайк твоего красивого времени а если ты не подписан буду очень рад что ты подпишешься на канал я понимаю сейчас парень который это послушал наверное чувствует себя неловко мне тоже неловко что ты меня слушаешь в этот момент ну и в целом все ролики все новые где как выходит выходит на бусте на твиче и там так далее если этого телеграм-канал где я выкладываю рассказываю немножечко жизнь немножечко ролики и немножечко чего-нибудь еще другого вот такое объяснение богиня свиданий поехали рынок совокупность существующих и потенциальных покупателей товара любопытная книга изучаю основы бизнеса понял что главная цель любого бизнеса заявить о себе на рынке и привлечь внимание потенциальных клиентов но неверное использование маркетинговых инструментов или недостаточно компетентные специалисты могут стать препятствием на пути к этой цели если вы давно ищите адекватных специалистов по маркетингу то рад вам представить команду мини маснева project team в этой команде 50 крутых специалистов под представительством алены масневой маркетолога стратега с 14 летним стажем они создают сайты вашим любым магазином за которые даже получают награды делают игровых ботов помогают брендам выходить в соцсети пишут тексты в общем полный флеш рояль а еще составляют мощные стратегии с которыми предприниматели счастливы и благополучно работают и растут в прибыли в четыре в пять раз мини маснева team помогают любому бизнесу от мала до велика работают на совесть об этом говорят более 600 благодарных отзывов и 300 успешных кейсов они работали с такими китами как rgd черкизова сбером и вк помогали с открытием медцентров и частных клиник организовывали фестивали упаковывали государственные проекты ребята реально любят то что делают горят этим и обожают всех своих клиентов если среди вас есть предприниматели блогеры эксперты маркетологи вам однозначно к алене и и команде помогут с любой маркетинговой задачей подскажут и сделают все на 10 из 10 у них на сайте minimasneva.com вы найдете кейсы и примеры тех самых сайтов за которые ребята получают награды а в блоге у алены тонны инфы о маркетинге и бизнесе из личного багажа многолетнего опыта ничего необычного девушка грустный клоун привет меня зовут саша я очень люблю приносить людям боль привет привет я зовут марина видно что не радость я пучок я домохозяйка немножко блогеры немножко варю мыло все еще ищу себя у меня для тебя есть под первое слышу такое объяснение домохозяйка немножко варю мыло держи посмотри это мыло я сама варю это денежная свинка она заряжена на привлечение миллионера я не знаю может быть у меня только такой стереотип но все кто ма варит мыло делает свечи мне кажется вот прям ходит и дарит их всегда вот обязательно я не грыжу про профессионалов у которых масштаба тот начал такой надо всем подарить неплохо неплохо пахнет бомба божий одуванчик я думаю что все таки у нее есть что-то там в тихомом эти да и водятся так скажем домохозяйка что получается муж отпустил на свидание чем ты занимаешься я домохозяйка хозяйничаю дома принято я тату мастер честно скажу такой клоун мне будет сниться в страшном сне мне не очень нравится клоуна привет самочки как ваши дела шикарно всем привет меня зовут вика гран я отдельная целостная личность я психолог маркетолог и просто женщина у меня для тебя тоже понятно что будете брать двойным сыром или есть подарок денежная свинка это мыло маша у меня все нормально с деньгами поэтому твои денежные свиньи а ты чем занимаешься я обучаю девушек будет понятно деньгами у нее все плохо как думаешь нам надо твое обучение пройти каждый я думаю что ей стоит поучиться самой себя как быть ой девочки я считаю что я должна стать богиней свиданий потому что я достаточно образована интересно и красиво всего зафиксировали я считаю что я богиня свиданий потому что я честно и искренне открыто ты же столько пересмотрел немножко креативности это можно или три базы почему никто не скажет я люблю отрывать уголки салфеток и жевать их потом ну вот я здесь самое классное клевое вот у девочек еще нужно как бы потянуть такие моментики я считаю себя богиней свиданий точнее я заберу этот титул именно потому что я харизматичная уверенная в себе джокер достает револьвер выстреливают в две головы но не будет скучно ой мама дорогая я не знаю кого может привлечь саша честно скажу но если ее отмыть чуть-чуть да в принципе будет симпатичная девочка привет богини привет ромочка меня зовут роман каграманов добро пожаловать на шоу богиня свиданий мне кажется пришла пора сказать вам что вы все пошли выводить вот меня уже за и я к вам выхожу кто-нибудь есть хоть поумнее кто-нибудь познакомиться с нашим парнем внимание на экран только внимательно это люк габриэль ему 35 кастинг на порно мы смотрим сегодня вау посмотрите что за тип это просто сколько черных шуток в голове осуждать симпатичный парень кажется любопытно что будет ого я вообще не ожидала увидеть такого парня сейчас работаю я вот как хозяйка захотел сразу взять мыло фитнесу все стереотипично по 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 у неров Ivana владеет спортивçe брендом одежды увлекается исключительно познавательной ли литературой наращивает массу тела и много работает считать что идеальную девушку надо делать самому ее не найдешь на улице мария а вы как то прямо встрепетнулись занервничали но такого горячего Ti да была меня один опыт, если честно, Роман. Во все дыры, е-е-е, одновременно. Если что, удар возьму на себя. Ой, зря ты облизнулся. Как сказать? В одну реку дважды не заходят, правильно? Вот так говорят. Видимо, заходят. Есть много рек, можно в другую, почему одна река. Есть река Нил, река Нигер, Волга-река. Давайте, наверное, все-таки Габриэль сам о себе расскажет. Внимание на экран. Да, давайте. Давайте. Друзья, здравствуйте. Это вы Габриэль. Я очень люблю женщину. Я готова устроить любое отношение любого человека. Неважно, красиво, некрасиво, тому же самое. Он специально, да, снимает еще снизу, чтобы оказаться еще больше. Красота, это внутри. От души. Я надеюсь, что мы скоро встретимся. Как вам, Габриэль? Какой, дорогой. Мне нравится Рома как. Такой. Как вам, Габриэль? Интересно. Не за что бороться, как говорится. За свободу. Габриэль мне понравился своей фигурой. Ничего лишнего. Очень мне подходит. Богиня, ваша задача придумать свидание, которое точно покорит сердце Габриэля. Так, кто наберет больше баллов и станет богиней свиданий. Желаю вам удачи, успехов. Увидимся на финале. Габриэль, очень жду нашей встречи. Я думаю, ты будешь в восторге от нашего свидания. Габриэль, твоя принцесса тебя уже ждет. Я считаю, что у Маши и Саши просто нет шансов. По Габриэлям уйду я. Ой, ты дико странная подруга вообще. Что это? Роза из кожи. Нравится. Вами богиня свиданий и это... Ида Галич нравится. Роза из кожи. Это шоу богиня свиданий. Ну, привет. Проходите в мою классную, рыжую, суперскую квартиру. А что такое? У меня же дедушка леший. Что, вот это вот так? Меня зовут Саша Ржевская и я тату-мастер. Рыжая, Ржевская в рыжей квартире. Знают меня как Fox Chicks тату. Fox Chicks. Чего? Оно острое продается. Вот это в коробочке, да, когда куриные крылья, да, картошка фри и вот это вот. Меня знают как рыжая. У меня на фартуке написано, что я рыжая. У меня везде написано, что я рыжая. Во всех, наверное, соцсетях. Почему русый человек называет себя рыжей? Я вот тоже думаю, что она не рыжая. Вот у меня такие же волосы. я же не рыжий. Вот можно вопрос? Может, она дальтоничка? Я обожаю эту квартиру, потому что она очень яркая. Прям порхать цветами. Светлая. И самое главное, рыжая. Такая квартира неуютная. Неплохая. Вот в ней как бы вот нормально, хорошо, что есть такая квартира. В ней как будто души нету. Это вот когда квартиру хочешь снять, есть бюджет один, в голове картинка одна, но по двум бюджету вот только такие квартиры. И они еще меньше раза в два. Такой... Блядь. Когда я выложу ту самую квартиру, вот самую... Хозяева еще вот уезжают куда-то за границей, деньги не нужны. Чисто этот. Вот повезет мне, наверное, по-любому. Все буду мониторить, подожду пока нет. Поживу еще с родителями лет пять. Но какая-то она прям вот, ну, непонятно что. У меня 10 лет художественной школы, 4 года профкурсов дизайна, и я рыжая. Мы это поняли с первого раза, но... Спасибо, что заметили, кстати говоря. Может быть, она думает, что если она будет повторять это постоянно, то ее волосы станут рыжее? Так это не работает. И что бы вы ни думали, что я там какой-то шарлатан, у меня есть четкое удостоверение. Рыжие женщины, я богом прошу, перекрещу сейчас, не показывает. Которая гласит, что ты рыжая, да? Что я прошла архитектурные стили, и подтверждение номер два. Это мои. Такие вот замечательные. Фантазия одинокой женщины. Ну разве это фантазия одинокой женщины? Вот скумбрия с картошечкой вареной. Это фантазия одинокой женщины. Я ходячий винегрет из татуировок. У меня есть все, на мне есть и реализм. Вот это, я думаю, был сейчас реализм. Жук на велосипеде. Я тоже недавно такое видел. Вот так вот, знаешь, задними ла... А тут вот так вот держится. Еще так вот. Жук на велосипеде, Данила Грачев на самокате, блин. Прикинь. И миниатюры, и леттеринг на мне есть, и все, что только можно, на мне есть. Сейчас Ромка будет своими татуировками, да, хвастаться, я так понимаю. У меня вот тут вот Баксбани набит, вот здесь вот Османский дьявол. Тут надписи Роналдо... Вообще, надо мне набить татуировку четверг либо воскресенье. Потому что я знаю, что Роме пятница набита здесь. Получается, здесь как бы суббота показана. Если я набью себе четверг либо воскресенье, я тоже покажу по телевизору, наверное. Нет, не вставляй. Пожалуйста. Сакьянт, понимаешь? Сакьянт. Поцелуи тренируют на помидорах от татуировки на апресинах. Ну я бы не захотел, блин, заразиться потом мандаринецой какой-нибудь после этой иголки. Спасибо. Я лучше к другому мастеру. Самодельная статуэтка богини свиданий у меня уже есть. Но скоро я заберу настоящую. Внешне меня привлекают мужчины Рыжие, блядь. Да разные. Главное, чтобы не был с таким пузиком пивным. И рыжим, блядь. Чтобы вот это нет, не вызывает у меня такое ни возбуждение, ни желание, ничего прочего. А давайте сейчас посмотрим, встанут ли на защиту Рома или Ида мужчин с пивным пузиком. Кисунь, ему же можно сделать татуировку пресса на пузике. Вот так вот. А можно мне вот на этом месте грудь наколоть? Так спокойно, что просто ничего. Не знаю, у меня как будто даже мимик лица не меняется. мне безумно нравится этот костюм, потому что я в нем уй, ты рыжий. Веренная в себе женщина, просто бизнес-лейди. Саш, но если это образ бизнес-лейди, то какой-то у тебя очень странненький, какой-то неприбыльный бизнес, потому что костюм выглядит очень плохо. Мой мужчина должен зарабатывать либо хотя бы наравне со мной, до сколько ему угодно. Вообще, в идеале, конечно, классная схема, что человек такой, вот, на, держи тебе денежку, а все, что ты зарабатываешь, это все твое. Моя что, девочка, ну вот же ж, понимаешь, шло все плохо, и вот когда денег дело дошло, разумные вещи говорит. Опа, идем работать в КБ, правильно. Это один из моих любимейших. Я одного меняю. Образов, он полностью меня отражает. Знаю, я еще раздержался, чтобы не сказать рыжая. Я все же думаю, это уже все, еще раз скажу, это все, конец уже, ролик можно вырубать на этом. Саша, это просто какой-то кошмар, это я не знаю, как может быть в твоем гардеробе, да в принципе, в любом гардеробе, мое странное свидание, это меня чувак пригласил на кофе. И не заметил мой цвет волос, блядь. Он мне начал рассказывать о том, как он любит вылизывать ноги женщинам. А что, зато удобно и мыться потом не нужно. Ну, пришла с работы такая, на каблуках, носки так раз сдернула, такая, просто на диванчик дала ему чуть-чуть, чтобы этот, он все, бежит, язык разминать. У тебя ножки как раз-таки горяченькие, а он еще на балконе его вытаскивал. Все, погладил все потом в холодненький тазик, все отлично. Хороший парень. Как бы на этом наше кофепитие закончилось. Она бы сказала, кис, и он сразу лизал мои пятки, а она у меня шершавая. Ноги не надо, а вот квартиру, дом бардак, приходи, и все вылизано, понимаете, вот. Я богиня свиданий, потому что я лучшая, лучшая из всех. Ну что, привет, Габриэль. Привет. Меня зовут Саша. Очень приятно, Саша. Блин, а прикольно этому чуваку, наверное, на велосипеде по снегу. У него там велосипеда не было, блядь. А, она такое увидела. Какой симпатичный молодой человек. Слушайте, ну, друзья, он прям, он прям мавр. Сегодня я тебе покажу русскую зиму. Очень интересно. Как не тратиться на свидание? Я покажу тебе русскую зиму. Блядь, это хорошее было. А не было бы снега, я тебе покажу лужи. Да, вот грязь. Это как все, познакомились в интернете? Пошла с парнем. А он тебе, давай будем просто гулять, наслаждаться видами. Я так давно не гулял, и вы так гуляете, так, что в 8 есть уже хочется, а вы все гуляете. Показать. Я очень люблю экстрим, но машины у меня нет, поэтому есть велосипеды. А он даже ни разу не предложил покушать. Даже не спросил уголовно ли ты? Да, бежать от такого надо. Погнали! Подожди, а что это такое? Ну, во-первых, это точно не артишоки, ни цукини, ни каперсы. Там еще буквально несколько слов осталось, которые могут подойти. Я подумаю. я тебя жду. Африканский, не умею кататься. Сейчас приловчишься. Да что за вообще, да что за штука? Не вел... Велосипед с лыжами, блядь, какой-то цепью. Зимой? Кто твои родители? Что это за существо такое? Кто это вообще придумал? Что это я устал? Еще чуть-чуть, давай! Бедный, да помогите ему, он упухтелся уже. Его бы домой, на чай. А ты пока можешь в этом порыве спорта рассказать себе. Да в смысле, ему в этом порыве спорта не убиться бы. Ну, он тоже... Я понял, как он не качался, у него просто ничего не получается, он тратил на это, много сил. Давай честный будем, не чемпион мира по вот этому вот виду граблей и сани. Что это вообще за фигня? Может, Емеля на таком ездила? Старайся подальше немножко держать ноги, отпидали. Ладно, ладно, ладно. Загадывай желание. Давай. Упала черная звезда. Ты спасать меня будешь? Ну, подожди. Давай. Боже мой, смеюсь, как человек падает в сугроб. Дошель. А что дальше? На Ромку подпишусь? Спасибо. Обънимаешь, что будешь? Спасибо. Спасибо большое. Я сейчас кое, что тебе принес... Понимают друг друга с полуслова, я смотрю. Стоп. Хорошо. Ой, везде белый. Офигеть, как красиво все, да? Даже люди катаются. Даже листва падает. День-ночь становятся. Обалдеть. Никогда бы не подумал, что люди будут кататься. Надо будет сырать, что ли? Конечно. Надо будет сейчас попасть туда, именно в эту мишень. Габриэль такой, вот это русские развлечения. Снэк, стрельба. Весь русский колорит тебе покажем. Дальше кулачные бои, Габриэль. О, супер. Супер, он не попал. Оба-на. Так, ну что, я попробую? Давай. И такая ему, Люк, беги. Я вообще не целью. Красавица. Давай опять. Давай. Он не понял, что она не сняла перчатку. Хватит, хватит, блядь. Короче, велобайки и шляпа погнали пешком. Согласна с тобой. Давай вот так, чтобы от тебя ручки были, чтобы они не мерзли. Я на первом свидании за руки не берусь, извини. О. О, да. В мистер Экс не попадешь с такими запросами. О, ну что, мой. Да он не привык к таким холодам. Ну, согрел бы, за ручку взяла. А что за прикол на первом свидании за руки не браться? Она ОКР-щица, что ли? У нее обсессивно-конвульсивное расстройство, у меня тоже, кстати. А я какое сказал? Ну что, теперь ты можешь нормально себе рассказать. Я занимаюсь все, что меня может принять денег. Да, так вот легко можно замаскировать. Чем ты занимаешься? Я занимаюсь тем, что приносит деньги, да. А так листовки раздаю. Сколько мы будем еще гулять? Чем глубже в лес, чем ближе к женщине, да? Знаменитая снегальская поговорка. Мы пришли к последней мишени. Я тебя сейчас раскручиваю. На бабки. Ага. Останавливаю. Закрывать глаза, и я убегаю. Ага. И ты просто, не глядя, стреляешь в мишень. Ну что, погнали. Давай. Болчок, давай. Оп! Стреляй! Ух! Ту-ту-ту-ту! Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Теперь ты, давай. Ну теперь можно меня тебя отпробовать? Если ее нельзя, есть женщина, которую можно. Без подрассудков. Очень аккуратно. Да. Все, стой! Пау, Пау, Пау! Молодец. Еще прикосновение, следующей мишенью будешь ты. Огну трогает, интересно. А она предупреждала, что она любит делать больно. А, да! Какое-то отношение к вот этой вот знаменитой истории рыжих, когда рыжий-рыжий конопатый убил дедушку. Лопатый. Ну что, погнали обратно, это была наша последняя мишень? Да. Ну давайте Габриэля дадим должное, он вовлечен в свидание. Согласен, Габриэль молодец, свидание херня полная. Круто. Ну что, замерз? Да, очень. Ничего, ничего, сейчас тебя согрею. Режим батя активирован. Ну что, эй, ты что, эй. Саш, ну ты же девочка. Ну ты, леди. Леди. Кофе. Черный. Блядь, нахуй я это делаю? Я же получается, как вообще ввиду, я просто обожаю такие шутки, скажу честно. Это еще хуже выглядит, боже мой, блядь. Расскажи немножко от себя. Я работаю тату-мастером. У меня к тебе есть небольшое предложение. Я хочу набить тебе татуировку в знак памяти. Что думаешь? Чего, блядь? Это первый день вижу. Ты, может, вообще там на апельсинах тренируешься. То есть за руку брать нельзя, а вот татушки бить самое то вообще класс. Ну вот подумаю. Подумаешь? Да. Так думай сейчас. Прям сейчас? Прям сейчас. А ты когда... Нет. Почему? Просто. Собирался думать, я не могу понять. Недели через две, что ли? Давай быстро думай, ну серьезно. А тебе что, сложно принять решение? Не сложно, но я считаю, что любое решение нужно всегда чуть-чуть подумать. Это разумно. Хорошо. Думай. Спасибо большое. О, прикосновение. Она очень душная. Я уже представляю. Она такая, знаешь, типа, когда ты ей задаешь вопрос, в каком году ты окончила институт? И она тебе такая, ну можно поконкретней? Какой институт? Когда? В каком это было городе? Я на самом деле... В общем, ее трогать нельзя, если что. Приняло решение уважать традиции и культуру. Поэтому, если познакомить девушку, ее приглашают на свидание, надо всегда четко. Стой. Скажи какой-нибудь красивый тост на французском. Тон регер, аллер, джинфи, хэп. А на естонском знаешь? Я серьезно. Да он тебе что угодно может говорить, мы все не понимаем. А там стрекоза, яблоко, огонь. Мезалон, и фуг. И фуг. И фуг. Не фуг. И фуг. Но он бранными словами сейчас ее посылает. Си, ви. Ви, ви. И фуг. Си, ви. И не поспорить. Саша Ржевская, она же Фокс-Трокс-Покс-Чок-Пы-Трыкс-Пы-Чикс-Прыкс не зацепила нашего парнишку. Поэтому я ей ставлю 4 балла. Так, ну что, друзья, мы готовы смотреть следующую участницу. Ваш верный помощник. Тебе привет. Здорово, что мы смогли пожаловать в твой сказочный и волшебный мир. Я самый лучший и светлый человек на этой планете, потому что делаю женщин счастливыми и богатыми. Я занимаюсь инфобизнесом. Так ты по-русски говори. Являюсь наставником для женщин и помогаю им становиться богаче за счет того, что мы раскрываем их уникальность, их суперсилу, и они создают из этого классные продукты, которые нужны другим людям. Я, Чур, буду создавать сметану. Ромка, с тебя мука. Ида, с тебя яйца. Будем делать сырники. Это самая настоящая инфо-цыганка, и я собой очень горжусь. Я без... И я молодец. До времени. Бедные цыгане. Сидят эти цыгане в таборах у себя, в красивых одеяниях, в юбках, с этими бубнами, я не знаю, с чем с медведями. И просто, ну почему они инфо-цыгане? Вот эта сумочка, она сделана на заказ. Она стоит 100 тысяч рублей и сделана дизайнером. Специально для меня. Что? Я тоже не поверил. Вот это вот, оно выглядит, как первая ошибка Данила Грачева, знаешь? В каждом человеке есть минусы, но... Есть и плюсы. Кроме одного... Если поделить на два, получится равно хороший человек. О, человека. Меня, конечно же. Может, ты еще и не какаешь, скажи? Моя звездность в том, что я просто... А материться нельзя, да? Можно? А девочка думала, куда? На что, где, когда пришла, да? В хрустальную саду в студию. Мне понравилось, когда вы кричали за кулисами. Можно! 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 Моя звездность в том, что я просто... Я себя такой считаю. Я считаю себя богиней. Там очень... Ну что? Тонкая грань между... Это моя кухня. И я редко готовлю. Кухня нужна девушке не для того, чтобы готовить, а чтобы танцевать на вот таких вот прекрасных столах. Ааа! Вот для чего кухня нужна! А я-то думаю, потому что почему... Понимаешь, у Юлии Высоцкой сырники не получали. Потому что кухня для этого не приспособлена. Там танцевать на столах надо. А она глупышкой готовила. Кстати, скоро выходит мой новый трек, а я покажу вам, как под него нужно танцевать. Нет, пожалуйста, давайте вы не будете, Гришна сейчас будет презентовать нам свой новый трек. У нас есть выбор? Мы можем... Тогда давайте презентуем трек Романа и Ямзи. Вот, поздравляем, ребят, с выходом клипа. Если вам кому-то будет несложно, буду очень благодарен, если вы найдете этот клип и поставите туда, конечно, лайк, поддержите ребят. Просто очень хочется поддерживать очень хороших людей. Можем сказать нет. Нет такой опции, да? Хорошо, смотрим. Мне кажется, селезенка лопнула, блядь. Просто когда тонкое звучание органы разрывает внутри. Мне за это платят. Я должна делать свою работу. Хорошо. Это неравнодушие, это влечение, украл мое сердце, это преступление. Лучше бы ты просто матом ругалась. У меня есть дома проектор и у меня есть любимый мультик, это Шрек. О, так вот на кого она похожа, на осла. Из Шрека. Ну вот этот вот. Мы уже приехали. Или еще не приехали. А сейчас? И когда ко мне приходят парни там на свидание, то чаще всего я говорю, а давай посмотрим Шрека, мне так он нравится. Кошмар. Это моя кровать, на которой я сплю. Посмотрите, здесь у меня мужчина лежит. Вот я с ним вот так вот ночью ложусь. Блин, это фу... Блядь, Шрек. Реально? Так сильно она его любит? Это вот представь, вот Шрек в трусах. Ужас, как так можно любить Шрека? Я не понимаю. Вот это мой любимый, я с ним сплю. Кстати, я хочу признаться, что я дома сплю на подушке для беременных. Это так удобно, мне так удобно не было никогда. На самом деле Шрек это полная противоположность мужчины, который мне нужен, потому что мне важен идеал в мужчине. Не принимая в мужчинах какие-то некрасивые привычки, типа там, не знаю, рыгать. Пусть пукает где-то в отдельной своей комнатке. Знаменитая комната для пуков, у всех в квартирах есть. Я считаю так, если ты при мне шептанула, для меня это высшая степень доверия. Поддерживаю. Девочки, пукайте при своих парнях, это классно. Я просто представил ситуацию с подписчицей. Ты говоришь, Радик, привет! Потрясающий уровень доверия у меня к тебе. Спасибо за подписку! Мне безумно нравится этот образ. Вау, как-никак. Потому что он такой дерзкий и... Дерзкий. И внутри меня сидит такая маленькая-маленькая чертовщинка. Какая чертовщинка в тебе живет? Что, солитер, что ли? Что-то съела не то, да? А что касается этого образа... Ну, история ни о чем. Кринж. Свидание, когда мы с мужчиной договорились, что мы вместе приготовим дома что-то покушать. И мы пошли в магазин. И когда мы подошли на кассу, он мне предложил разделить оплату. Ну, какие отношения могут быть с настоящим мужчиной? Ну, ты готовишь свое, я готовлю свое. Все нормально. Красавчик, чел. На берегу определился. Мужчиной, если он оценивает наше дальнейшее общение в полторы тысячи рублей. Она прям, знаешь, амбассадорское лицо Патриков. Нигде Воланд ходил со своей троицей. А вот эта... Причем с одним бокалом. Всю ночь будет стоять, тупо ждать, пока угостят на лют еще. Поля пафосная часть. Этот образ мне нравится тем, что в нем очень много красивых и интересных деталей. Тут видно мои прекрасные ножки, гольфики, которые тоже подчеркивают их красоту. Смотрится, ну, в общем, неплохо. Мне нравится. Такое, только твое лицо лишнее. Другой вопрос. Это почему-то сбитые какие-то колени, покоцанные ноги. Где ты вообще обитаешь, деточка? Я богиня свиданий, потому что я обаятельная, я красивая. И мужчина хочет растворяться в моей энергии, находиться рядом. Что там по свиданию? На рынке супер. Я думаю, блядь, он повар. Да раз, с работы пришел. Здравствуйте. Привет. Меня Вика зовут. Привет. Очень приятно. Она реально пришла в шапки с какими-то рожками. Причем, знаешь, почему-то в лесе и с рожками. Но уже, да, идешь так иди до конца. Надень тазик на спину, рожки, и вроде ты улитка. Смотри, я хочу, чтобы мы друг друга узнали через наши вкусовые кулинарные предпочтения. Сейчас так, да, знакомиться? Через вкусовые эти, сосочки. Да ладно, прикольно, мы любим кулинарию. Чтобы вот, например, вы, просто подумайте, прикольно. Чтобы вот вы любимой еды купили бы на первом свидании, ну, для партнера, кто пришел с вами. Это же такая прикольная игра, на самом деле. А ты еще пока сам выбираешь, думаешь, что человека купить. Ты еще его увидел, что-то захотел немножечко, может, под него попасть чуть-чуть. А тот ходит, выбирает. Бля, слушай, прикольно очень. Бля, вот я просто люблю пожрать. Мы с тобой сейчас закупим продукты для двух блюд. Смотри, у нас... А, сейчас на общую кассу пойдут, проверят, его оплатит он или нет. Сейчас есть 4 тысячи рублей. 2 тысячи на твое блюдо и 2 тысячи на мое. Сразу на проверку. Хуя себе, бля. Повела его, как он поведет себя. Что это за плов за 2 тысячи? На кассе, смотрим. Одно будешь готовить ты, другое буду готовить я. Какое у тебя самое именно любимое национальное блюдо? Рик Антони. Это типа рис с овощами. Самое главное в этих блюдах... Тоже плов. Понятно. Чтобы она была острая. А я не сгорю. Ты такой горячий. Еще блюдо острое. Ну, я чувствую... Это получается дабля горячий. Дабля горячий. Она умела подкатывать. Ты любишь бестроганок? Да, обожаю. Давай я тебе бестроганок готовлю. Хорошо, договорились? Так, смотри. Нам нужно купить мясо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это не свидание. Это обычный вечер в семье, блин, Ивановых. Честно, они пришли после работы в шестерочку. А сейчас я думаю, что можно взять продукты и поехать ко мне домой. Поехали. Никаких сомнений. Просто человек на первом свидании сразу же домой готовить еду. Так, ну, как будем добираться до меня? Не, мне кажется, моя идея была поприкольнее. Ну, в фудкорт прийти, если... И такое задание. Неплохо для первого свидания. Я предлагаю тебе запрыгнуть на него, а ты так вот... Да даже в парах это прикольно сделать. Прийти и попросить друг друга купить что-то. Интересно, угодит тебе или захочет что-то новое, чтобы попробовать? Попрочите. Может, в метро? Не. Серьезно? Ладно, такси давай. То есть она уже сразу ведет его домой? Так, заходи ко мне в гости. Нифига себе у тебя копит. Боже мой, бедный котик. У него сейчас инфаркт будет. Давай, Рыжий, держись, блохастик. Вот, допустим, если ты встречаешься с девушкой в отношениях, и так далее. Ты кидаешь девушку как-то денежку, допустим, на карточку, чтобы она пользовалась? Что с меркантильным вопросом? Вот, его 15 минут знаешь. Как она не в лоб, да, спросила? Как она вот так вот извилистыми пятями пошла? Надо больше деньги зарабатывать, чтобы не было семейный бюджет. Она сейчас тебя своим инфо-цыганством проклянет, потому что это неправильный ответ. Давай поиграем с тобой на скорость натереть морковку. Кто проиграет, тот будет выполнять одно желание. Ну хорошо, давай, поехали. Да? Погнали! Да! Вряд ли? Я почти сгущу. Все, я уже все. Ну какой-то он скорострел, слышишь? Раз, 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 раз. И натер. Все, получается, я выполняю свое желание? Все, что будет делать, ты говоришь, да, мой черный гештальт. Окей? Ну я так думаю, у него просто, внимание, не обращайтесь на это, я думаю, у него просто незакрытый гештальт на эту тему. Разрыв. Мне нравится чувство имера хорошее. Хорошо, мой черный господин. Нет, не хорошо, да, мой черный господин. Да еще ему не так поклонились, ты посмотри. А как ты считаешь? Ну у него опыта-то больше в этом. Сколько примерно ты думаешь, что семья должна зарабатывать денег? Слушай, ну где-то от миллиона в месяц. Миллиона, а еще ты будешь с миллионами делом. Да, я даже плакать не хочу. Да, что ты лечуешь от этой информации. Я бы его разделила, то есть, допустим, 20% в подушку безопасности, капитал какой-то. Потом, там, еще 20% в бизнес, например. Остальные деньги я могу потратить уже на свои хотелки какие-то. 60% да? А ты разбирайся как хочешь. Мне кажется, очень быстро этот миллион потратится. Слышишь, у тебя там не слишком ли большая хотелка? Может быть, как-то эту хотелку нужно усмирить? Плюс я, кстати, очень люблю отдавать. То есть, допустим, если мужчина мне нравится, я его люблю и так далее, то я тоже люблю делать подарки. Конечно, на его деньги, но все равно. На его деньги, вот я хотел сказать. Приятно, ну, как бы, потому что я о нем подумала. Не просто на себя все потратила. А так можно было? Алё, кисунечка, скинь мне немножечко денежек. Я хочу тебе подарок сделать. Так, Вик. Кровь суши, это ее слов просто. Надо попробовать. Проверим. Ну, ты должен заслужить, что мы попробуем суши, ты не знаешь, что сможет. Ну, черный господин, можно я попробую с солью? Что, блядь, происходит? Что за выпуск? Они не подходят друг другу. Да ладно, дай шанс людям. Дети были бы красивые, мне кажется. Такие. Кофе с молоком. Или кофе три в одном. Да есть хочется теперь. Я хочу попробовать. Давай, вот, а? Да, твое блюдо. Блин, это очень вкусно. Ну, у него выглядит нормально, кстати говоря. Давай. Там с мясом прям. Я еще песни пишу. Я предлагаю, вот, я буду чуть-чуть петь. И мы чуть-чуть подвигаемся просто. А я тоже. Тебя что-нибудь покажу. У меня тоже не стонат немножко. Пойдем? Ну, все, нашла коса на камень. Или блюд нету, что ли? Или вот эта вот серая масса, которая была? Этот творческий союз не остановить, видимо, да? И мы должны посмотреть. Конечно. Карие глаза, белая улыбка, танцы до утра. Может, ты моя ошибка? Вот. Даже он не выдержал. Вот это да. Это что у нас на него? Это забавно. Так, ну, что я могу вам сказать? Конечно, романтично. Но все равно меня что-то смущает, понимаешь? Давай выпьем. Это классный вечер. Нет, с удовольствием, кстати, неплохое получилось. Типа 8-7 можно интерактивно. Вайп есть. Я рада, что я с тобой познакомилась. Я тоже прям на самом деле рада, что мы с тобой сегодня познакомились. И у нас все было очень классно. Виктория, вы, конечно, большая молодец, но мне кажется, что звать мужчин на первом свидании к себе домой это кринж. Поэтому я вам ставлю 4. Ну, кринж согласен. Мы открываем следующую дверь, чтобы посмотреть, что у нас там за участница. Поехали. Здравствуйте. Кто она такая? Что улыбаешься? Ебанасца. Здравствуйте. Скажи. Я же, знаешь, не просто тут сижу. Я еще жену себе присматриваю. Меня зовут Маша Бучок. И я профессиональная бездельница. Ну, с таким английским лицом я бы тоже не работала. Подойдите же, идите сюда, посмотрите быстро. Это что, замки лучше? Какие сурки. Боже, вот если бы сюда мы привезли мою маму, она бы купила эту квартиру, понимаешь? И никогда бы не делала в ней ремонт. Как проходит обычный мой день? Просыпаюсь я примерно в 9 утра. И что, берешь коромысло и отправляешься к реке, чтобы водицы-то студеные набрать, принести в сени, да? Чтобы с первыми петухами замесить тесто, приготовить какие-нибудь там блинчики, оладушки, да? Наверное, так? Иду завтракаю, развлекаю кошку, развлек... Как это здорово! Иду завтракаю, развлекаю кошку, потом ножками на солнышко играюсь. Развлекаю кошку. А сегодня для моего барсика я приготовил театр кукол. И он такой, я просто хочу сходить в свой лоток. Я говорю, в этом выпуске все с ума сходят просто. Мама мне говорит, ищи себя, доченька. Пока молодая, пока красивая, пока интересная, пробуй все, а там уже жизнь покажет. Просто! Все так просто! А почему так просто? Мне об этом никто не сказал. К вашему приходу я приготовила свое коронное блюдо. Это крабовые палочки с сыром. И самое главное... Кто так делает? Реально? Кто-то разматывает крабовые палочки и в них заворачивает сыр с зеленью? Это что за наука такая, блядь? Я теперь попробую, тоже хочу, интересно. Как это? Нет, с чесноком. Почему коронным его называют? Просто готовые продукты сами, блядь. Все-таки блюда. Повезет же моему мужчине. Да, у тебя время. У нее реально много времени. Она додумывается размотать палочки. Блин! Вы знаете, я люблю чеснок. Мы всегда дома такое готовили. На Новый год особенно. Ну, время же идет. Рецепты появляются все больше и больше. То есть, это не новое, да? Ну, не знаешь ты, что придумать. Ну, посмотри передачу от Скишев. У меня были отношения. На самом деле их было немного. Последние закончились, потому что молодой человек сошел с ума. Конечно, такой слушать, мне кажется, легко ебаться. Просто такой. Надо зайти в аптеку и зайти с ума. Я поехала в отпуск. Первый же день встретила потрясающего, темнокожего молодого человека. Влюбилась. И осталась жить в Сочи. Нашла свое черненькое счастье. Так, 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 интересно, что там у меня за конкурент. Но Ромка точно не мог. Песня длилась недолго. Молодой человек поймал белку, разгромил всю квартиру. Я собрала манатки и убежала домой к маме. Ну, получается, ты тоже сошел с ума? Или это последний есть? Моя комната в таком же стиле, как и вся квартира. Такая принцесса чья? Повзрослеть, может, не помешала. Клетка хомяка, понимаешь? Но вот это вот по-богатому, по-королевски сделали. О, смотрите, пожалуйста, кто сезонет к нам прийти. Это моя любимая кошка. Она очень красивая, но, к сожалению, очень тупая. Она не умеет правильно кушать и постоянно какает не туда, где надо. Вся в хозяйку. Понятно. Потому что ты же с ней только разговаривал. Пока развлекала. Может, не надо было ее развлекать? А может, надо было ее обучать? Я не знаю, конечно, о чем мечтают вот эти девочки. Вот такие вот, вот такие вот. На себе не показывай, а то сбудется. Пускай они берут на себя вот эту ножку, найти своего супербогатого миллионера. А мне простого, хорошего. Не имеет значения, сколько мужчина зарабатывает. Это имеет значения, сколько он на тебя тратит. Я только подумал, хороший про тебя. Если у мужчины зарплата 20 тысяч рублей, и он потратит на меня 15, значит, это очень хороший мужчина. Нет, молодец. Блин, прикольно. Я вообще не верю, реально. Даже 15 тысяч, твоя квартира как-то... У меня плохие новости. Вам ничего будет есть. Ладно, хоть ты это озвучила. Вот это платье как раз для романтических свиданий. Еще ни разу не надевала, потому что пока не приглашали. Приглашайте. Так межливо еще приглашайте. На свидание меня периодически зовут, но не на те... Периодически, получается, не зовут. Которой бы мне хотелось бы попасть, потому что на улице зима, все-таки холодно. А ехать морозить, чтобы погулять в парке, мне не очень хочется. Поэтому зовите меня, пожалуйста, в теплое помещение на свидание. Подъезд. Хорошо. МФЦ. Или на теплотрассу. Слышь, малая, ну что, пошли тогда на теплотрассу. Я согрею. Еще у меня есть вот такое чопорное черное платье. Идеальное для похорон. Тоже еще ни разу не надевала, представляете? Приглашайте. На этой неделе, знаешь, у меня куча дел, я не смогу тебя позвать. Как-нибудь потом. Посмотрите, какой весенний, летящий, воздушный, романтический образ. Честно, у нее все в порядке. Ножки вкусные. И вообще она вот, ну, куколка. Ну да, хорошо. У меня ноты тоже все-таки как будто не ел. Роскошный, красный. Как будто кровь из носа пошла. Комбинезон сможет соблазнить любого мужчину. Я в нем себя чувствую настоящей звездой. Так, ну вот это вот выглядит отвратительно, это пусть Даня Грачев обсуждает. Слушай, ужасный комбинезон нет. Для первого свидания нет. У меня однажды случилось худшее свидание. Я собралась, накрасилась с иголочки просто. Свои лучшие духи на себя набрызгала. Выхожу к нему, обнимаю. А он мне говорит, ты что, ела чеснок? Я говорю, я не ела чеснок. Склейка, она настолько что кормила своими рулетиками с чесноком и какой-то там, чего-то там. Свидание провалилось, потому что я чувствовала себя очень неловко, потому что я не ела чеснок, от меня не пахло чесноком. А даже... Шоу-метод просто. Если и ела, так наоборот подумать. Человек о здоровье своем заботится. Чтоб, понимаешь, никакие вампиры на нее не напали. Я богиня свиданий, потому что я талантливая, интересная, молодая, естественная, красивая и хозяйственная. Ну невеста, надо брать. Готовая. Надо брать, мужчина. Сегодня я приготовила молодому человеку потрясающее свидание. В ковбойском стиле, я так понимаю. Вместе с ним сможем пронестись сквозь разные эпохи, посмотреть друг на друга в разных ролях и примерить на себя разные штучки. А свидание я не могу понять, где я у нас в секонд-хенде. Здравствуйте. Чисто иньянь, ангел и демон. Кофе с молоком, видите? Меня зовут Маша. Габриэл, очень приятно. Габриэл. Как больно. Да? Да. Не любите сильный мужчина, да? Ой, ну, Габриэль, я растерялась. Здесь очень много разных костюмов. Я бы тебе предложила подобрать мне наряд, а я подберу тебе. Да, посмотрим. А в чем смысл этого свидания? У тебя камни в ушах. Ничего себе, красота какая. Ну камни в ушах хорошо, допустим. А никто не говорит и не замечает то, что у него на руках Белэнерово с часы, например, которые стоят от миллиона рублей. Я вот с электронными хожу, например. А у меня нету, Габриэль. Смотри. Ага. Настоящая, да, современная девушка, да? Пока ремонт еще нет у тебя, да? Что? Ремонт? Да. Ремонт, ремонт. Что он имеет в виду, простите, пожалуйста? Какой ремонт она должна была делать? Капитальный или косметический? Видите, девушка сейчас у губы такую? А, это ремонт называется? Алло, я ремонта не пройду, я на ремонте. Шапочка. Давай на тебе примерим? Давай. Давай. Я тоже такую шапку хочу. Я хочу, девушка, грантку. Лучше не надо. Кто такой? Что-то за бонеем у нас в гостях сегодня. Ой, смотри. Вот ты просто, просто. Ты знаешь, как настоящий багена. Как настоящий багена? Пукин. А теперь кто, я, что ли? Да, я уже выбрала. Мне вот это приглянулось. Шляпин, ты знаешь такое? Шляпин, как его зовут-то? Шляпин? Что такое шляпинь? Шаляпин, уже. Он сейчас про Прохора, да? Да. Парень, который любит тебя в росте женщин-то. Это мой друг же вроде. Шляпин. Шляпин. Он всегда... Да, лучший друг Шлапин. Так одевайся. Шаляпин. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Слушай, я думаю, что звериный принт тебе очень к лицу будет. Типа тарзан. Леопард, и мы все, блядь, на юбку. Тоненько. Давай надену. Вау. Блядь. Подожди, я тебе сколько лет? Давай вот так поиграем. Ну давай. Три попытка. Если ты нашла, сколько мне лет, но я тебе подарю все, что ты хочешь. Почему мне такие конкурсы никто не устраивает? Кто-нибудь, вот, почему мне такие конкурсы не устраивает? Я думаю, тебе 36. Давай сюда я тебе. Молодец. Молодец. Красавица. Ну тогда скажи, что ты хочешь? Станцуй для меня. Из всего, что можно выбрать в мире, ты попросил его станцевать. Боже, как тупо. У тебя реально много времени, блин. Чуууу. Тюм, тюм. За холодец в леопарде. Они как будто бы вместе развлекают кота. Можно примерю? Да. Старый блондин. Ой, сука. Старый бледин. Царь какой-то, да? Очень красиво. Это вообще любой современный сериал в Америке сейчас так выглядит. Вот он играет Петра Первого, а вот он играет Екатерину Вторую. Ну что мы смотрим? Если не будет продолжения у этой примерки, что они просто померят и разойдутся, это максимально глупо будет. Ну как я тебе? Такая прекрасная. Ваша принцесса Мария. Тебе тоже очень идет. Прикинь, как он хорошо им в семью впишется, в эти все интерьеры. Да. Раньше было принято пудрить лицо. Я думала, что мне тебя тоже надо запудрить. Габриэль, ну ты все краше и краше становишься. А чем он? Белее и белее. Я его намазала, мелок Машенька от тараканов. Я тебе предлагаю сейчас пойти и порадовать не только меня, а своим образом. Ты реально кринжатина уже какая-то. Со мной еще и жители нашего города. Ну тогда давай мы сделаем сюрпризы. Давай, пойдем. Все, пойдем. Ты знаешь, кто такой Александр Дюма? Нет, это кто? Это известный французский писатель. У него бабушка была африканка, а еще он очень любил Россию. Очень интересная история. Готов сегодня поиграть эту роль? Давай. А вы знали, что Александр Дюма это альтер-эго Александра Сергеевича Пушкина? Вы не в теме, походу, ладно? А, да. Потом поймете. Габриэль, если больше людей сфотографируется с тобой, то я тебя целую в щечку. Хорошо. А если со мной, то ты крутишь меня на ручках. Давай. Тонкая грань, да? Мы все дружно прыгаем по тонкому льду. Я поняла. Уважаемые москвичи и гости столицы, представляю вам настоящий потомок Александра Дюма. Бонжур. 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 Сова? Сова монами. Дядя, что ты с ней фотографируешься? Тебе же сказали, он Александр Дюма. Она просто. Давай, и туда ее. Побережали греться. Пошли, пошли, пошли. Как тебе наше свидание? Свидание как свидание. Грустно, что закончилось. Он сказал свидание как свидание. Да. Но с другой стороны, да, человечка напудрили, напяли на его костюм и заставили фотографировать с людьми. Я шучу. Прикольно. Я тоже в восторге от тебя, Габриэль. А ты сам откуда? Я человек в мир. А у тебя есть московская прописка? Нет. Я могу тебя прописать? А, ты так милый, боже. Ну, говоря я такой, добрый чувак, слегка кринжоватый своими прикосновениями. Ну, я думаю, просто не умеет, что по-другому. Или даже не знает. Я могу тебе прописать. Нифига себе, давай. А тогда я тебе подарю дом в Африке. Хочу тебе на память кое-что оставить. Так делали, оставляли платочек. Чтобы ты всегда на меня вспоминаешь, да? Да. Мне платок она оставила. Лучше бы ты чаевые оставила бы официанту. Ладно, Габриэль, спасибо тебе большое. Давай, тебе тоже спасибо. Спасибо тебе тоже, да. Вот такое, она быстрее хотела уйти. Было такое ощущение. Даже как-то он грустный. Маша, мне понравилась идея твоего свидания. Это было интересно. Я готов тебе поставить максимум 4 балла. Потому что ты моя невеста. И вам с ним вместе не быть. Давайте, рассказывайте, как вам? Мне понравился жених. Вот. Мы словили мэч, по моим ощущениям. А у вас кто-то был с ним поцелуй? Ну, у меня пыло. Но только в щечку. Маша, это девочка, которой можно просто вешать лапшу на уши. И она такая, да-да-да-да-да. Если нужно целоваться на первом свидании и не получить статуэтку, ну... На войне все средства хороши, как говорят люди. Война за моральные ценности? Ой, какие моральные ценности, девочки? 21 век, ну давай. Что-то сейчас было. Если Вика целовалась на первом свидании с Габриэлем, то флаг Вики в руки, это очень легкомысленно, по-моему. Мне кажется, что жених выберет меня. Тебе кажется. Я тоже хочу статуэтку. Статуэтку мы с тобой не сможем поделить. А как же чувство Габриэля? А Габриэля, почему только статуэтки? А вы не будете ее делить, она же моя. Вы чего? Мне кажется, что Саша с Габриэлем это максимально нелепая пара. Они друг другу вообще не подходят. Здравствуйте, богини. Приветики. Приветики. Приветики, перестали этики. Давайте посмотрим, как пошли свидания. Давайте. Я тебя жду. Африканский не умеет кататься. Давай вот так, чтобы от тебя ручки были. Не-не-не, я сама пойду. Ну ладно, хорошо. Какая? Саша, ну ты прям что-то как-то... Я не могу на первом свидании позволить себе взять за руку. Ничего плохого там, кстати, нету, если что. Это странно, вести мужчину на свидание в лес кататься на кракозябре какой-то. Это вот странно. Давайте посмотрим, что было дальше. Я хочу набить тебе татуировку. Что думаешь? А если я не хочу думать сейчас? А тебе что, сложно принять решение? Не сложно, но я считаю, что любое решение нужно всегда чуть-чуть подумать. Тебя не обидело то, что он сказал, что нет, мне надо подумать? Нет, меня это не обидело, потому что я всегда думаю на перспективу, он ко мне еще придет. Чего? Понимаешь? Понимаю. Бедный наш Габриэль просто приехал из Африки, из теплого как бы места. Его сразу на улицу погнали. Я за другой подход. Давайте смотреть дальше, внимание на экран. Здравствуйте. Меня зовут Маша. Габриэль, очень приятно. Ой, как больно. Да? Да, Габриэль, я растерялась. Маш, а ты что так зарабела, прям, ну прям, капец-капец, прям, ой-ой-ой-ой-ой? Конечно, я растерялась. А на прошлого тебя не флэшбэкнуло? Нет. Нет? Не такие габариты были? Нет, там габариты, ну, в пять раз меньше. Интересно, что там будет дальше. Ну-ка, давайте посмотрим. Уважаемые москвичи и гости столицы, представляю вам проездом настоящий потомок Александра Дюма. Бонжур, бонжур. Свидание, как вам, в принципе? А мне всегда нравился театр. Свидание Марии мне показалось каким-то цирком. Я, в общем, вообще не поняла, на самом деле, что произошло. Теперь переходим к свиданию в Вике. Смотри, я хочу, чтобы мы друг друга узнали через наши вкусовые кулинарные предпочтения. Так, смотри, нам нужно купить мясо. Нам нужен вкусный рис. Давай. Сейчас я думаю, что можно взять продукты и поехать ко мне домой. А вы на первом свидании всех домой тащите? Нет, не всех. Только избранных? Избранных, да. Это опасно, я считаю, очень. А я считаю, что нет. Это же моя территория. Значит, там мои правила. Получается, в любой момент я могу контролировать все, что происходит. Ну, Чикатило, например, тоже контролировал бы, да? Просто мужик в три раза больше нее, весит, наверное, тоже раза в четыре больше, чем она. Я контролирую ситуацию. Конечно. Типа, такие святоши, как будто. Но мне почему-то кажется, что девочки лишь играли этот образ. Типа, то, что мы такие святые, мы на первом состоянии ничего не это. Давай. Так, у вас не возникает, Габриэль, вопросов? У меня возникает. Габриэль про фурсетку. Это точно. Маш. Ну что, у меня был с ним только один поцелуй, элегантный, в щечку, вот так, ну, вот так, чтобы так. Что за кошмар? Для меня это непозволительно. Пришло время узнать, какие отцы... Какие у нас девочки молодцы. Какие проалистки прям молодцы. ...вам выставила наше жюри. Виктория, вам... ...наше члены жюри поставили... ...одиннадцать баллов. Вика, особого прикола в том, чтобы первого попавшегося незнакомца везти домой и еще вместе с ним готовить. Я не вижу. Поэтому за свое свидание от меня получай два балла. Это свидание Габриэлю понравилось чуть больше. И, кстати, мне тоже. Поэтому Вика грант получает на пять грандов. Мария. Наша жюри вам поставила... ...тоже одиннадцать баллов. Там тоже будет одиннадцать баллов. Свидание было очень скучное, неинтересное. Вы нас даже своими рулетиками крабовыми не почемили. Любопытно. Я ставлю вам три очка. Мне кажется, свидание не получилось. Поэтому я ставлю четыре балла. И Александра. Наша жюри поставила вам... ...десять баллов. Вот в чем креатив... Ну... Теперь вот интересно, какие Габриэльке оценки поставит. И в свидание выйти просто на улицу. Взять какое-то странное транспортное средство. Чуть не убиться, да? А потом посидеть, попить кофе и поговорить о татуировках. Саша, от меня получай три балла. Очень скучно, душно. Я ставлю вам три очка. Но кто из вас богиня свиданий, решат оценки Люка Габриэля? Готовы их узнать? Да. Начинаем с Виктории. Семь баллов. Габриэль нехороший человек, потому что он поставил мне семь баллов. А я вообще-то ожидала как бы десять баллов. Ну, реально. Александра, вскройте тайны. Что? Шесть баллов. Я думаю, что Габриэль все-таки перепутал цифры. Шесть и девять, потому что мое свидание, оно слишком недооцененное. Итак, Мария. Восемь. Восемь баллов. Блин, ну вот это интрига была прям нормальная. А если бы восемь баллов, а там было бы девять, девятнадцать. Блин, как бы он выбирал потом. У меня есть некоторые обиды на Габриэля за эту оценку. Ну ладно, ничего страшного. Таким образом, набрав девятнадцать баллов, побеждает и становится богиней свиданий Мария. Победила, конечно же, я, в этом нет ничего удивительного. Я всегда знала, что я богиня свиданий. Это тебе. Это тебе. Это тебе. Ты, безусловно, богиня, это титул твой, а сейчас я бы хотел, чтобы ты посмотрела на сюрприз от Габриэля. Внимание на экран. Дорогие девушки, я очень извиняю, что я не могу быть с вами на финал. На самом деле, это не зависит от меня. Как будто в КПЗ сидит где-то. Сейчас есть очень серьезное соревнование, поэтому я улетел. Жарко, что я не могу приехать с свидетелей. Я прям так хотел, блин, ну. Что-то могу сказать. Да пусть поплатишься немножко, слезы пусть. Я жду, на самом деле, настоящее свидание со своей богиней. Как завещают... Богиня. Вау. Наши правила, наши программы. Ты должна решить, пойдешь ли ты на второе свидание с Габриэлем или не пойдешь. Габриэль, конечно, замечательный молодой человек, но боюсь, что не то, чтобы он сильно мне подходит. Ничего себе, у нас еще и первый отказ здесь. Вот это смак. Вот, поэтому с Габриэлем мы на свидание не пойдем, но зато все вместе пойдем соберемся куда-нибудь с девчонками. Ура! Супер! Я считаю, что Маша правильно сделала, что отказала Габриэлю в свидании, потому что, ну, зачем, как бы, встречаться с... Правильно? Надо сразу таких посылать. Так, держи, это тебе. Ну, видимо, он слишком тактильный. Это было шоу «Богиня свиданий». Помните, что с нами ходить на свидание очень весело. Очень весело смотреть на твою дырочку полную человеческое, приятной шерсти, роман. В общем и целом, офигительная серия. Давно я такого удовольствия не получил от просмотра. Легкий кринж, какая-то легкость была в этой серии, не знаю. Это, видимо, потому что приветствие сразу было максимально искренним и с удовольствием сказанным тебе. И большое тебе спасибо за просмотр, за то, что ты есть. Наслаждайся собой, наслаждайся музыкой. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok